Комментировать матч не сложно, это достаточно простой. Добить мяч на площади, а там что-то придумать. Мы, к сожалению, или к счастью, тренировали 4 дня другой футбол, как обычно, мы стараемся искать вариант атаки позиционной, быстрые атаки, комбинировать индивидуальные действия, импровизация в атаке, в том числе, но, к сожалению, мы тренировались на искусственном поле, ровненьком, все хорошо, все хорошо получалось, готовились в Балтике, знали, где проблемы у команды с оборудованием, где можно расставить зоны между центральными предощитниками, а вот сюда поле оказалось совсем другое. То есть, из того футбола, что мы хотим, вперед тренировать с работой в другую сторону, то есть, больше борьбы, дали передач, то есть, то, что мы не тренируем. Поэтому адаптация какая-то шла, весь матч дошла, адаптация к этому полю, весь матч была борьба, были достатки, были возможности для взятия ворота, чем шлилок. Женя Маркова хороший момент все был, я даже думаю, что процентный, видимо, то, что мяч обычно падает по траве, скользит, а здесь упал, остановился в ямке, он кексанол по мячу. Здесь издержки, конечно, такого зимнего футбола, они сказываются. Поэтому, говорит, что мы расстроены сильно, ну, конечно, хотели играть, естественно, конечно. Ну, по такому полю, здесь уже до гола, любая ошибка любой команды была бы сложна очень. Вот, поэтому очко есть, заработанное очко в плане борьбы. Желал ребят, было до конца вырвать матч. Ну, я считаю, что ребята бились, бились, сражались за результат, по крайней мере, мы от своего конкурента, как считаем, Балтику. Сохранив дистанцию, то есть, в целом, очков-копилочка. Добрый вечер. Сегодня не было замен, с чем это связано? Ну, я уже, да, флэш-трюс сказал, сам озвучил эту ситуацию, мы хотели делать замены, мы обсуждали. Но, видя, как футбол развивается, где войти в такой матч, где мы тренировали совсем по-другому, ребят. И сейчас выйдет со скамейки игрок, как-то ему не говоришь, что здесь проще надо. Он будет стараться играть, и он может мяч потерять, может не войти в игру. Вроде бы остальные, по крайней мере, я спрашивал, ребят, с бровки, как? Нормально, они держали целостность. Здесь такая игра, что здесь можно легко ошибиться, и еще хуже могло быть стать. Да, достаточно, что ситуация своеобразная в нынешних реалиях, а опять замены тут не одной. Но, как-то, мы, на трон-тайме, я с помощником много обсуждал, вот, ну, с того, может, так, и все сказали, что и пока не надо, пока не надо. Ну, так бы тянули до конца. Вот так случилось, не более того. Сейчас ребята говорят, что я об этом и футболистам, кто не вышел сегодня в скамейке, объяснил, сказал, ребят, вы, спокойно, вот так получилось. Мы на вас знаем, вы снова все в обойме, все игровые, вот так сложилось за матч. Сергей Буязинович, когда стало известно, что Якимов сегодня не сможет сыграть, и стало ли для вас какой-то этой неожиданностью, и когда стало, если стало, перед прошлым матчем мы узнали, что Максимов не сможет сыграть, Калинин второй матч не в заявке, что можете сказать об этом? Ну, это футбольная составляющая, болезни, травмы, тут ничего особенного нет. Ну, Калинина проблема мышечная, они уже работают, тренируются. Максим, была травмочка, но отошел, он готов был выйти сегодня, все тренировалось, все нормально. А Слава четыре дня назад заболел, заболел, и сейчас уже вроде температуры нет, но слабость, ну, рано ему еще. Надеемся, сейчас он отойдет, у нас сейчас пару выходных дней, потому что цикл большой, восьмидневный, я тоже сейчас не понимаю, зачем восемь дней делать в зиму. Тренироваться шесть дней, тренироваться уже особо не надо, нам, через три дня лучше сыграть и уйти. На буте восемь дней ждать Динамо-Москва и тренироваться на морозе. Я отдал два выходных, ребята отдохнули, спокойно остановились, потом шесть дней целых для подготовки. Поэтому надеюсь, что Слава отойдет и будет готовиться к патчу, хотя это доволен Андрей Мендель, он достаточно качественно сыграл, чтобы он спокойно заменел.